Константин Криволап, авиационный эксперт, присоединяется к нашей беседе, к нашему эфиру. Константин, рады видеть, добрый вечер. Добрый вечер, взаимно, спасибо вам. Да, Константин, расскажите, пожалуйста, возможно, я извиняюсь за такой каламбур, но все-таки детальнее об этой системе Дельта, поскольку, когда я прочитал, ну просто для меня это, ну не то чтобы там уму непостижимо, но, как я понимаю, система предполагает, да, руководство, да, и, скажем так, направление, координацию там десятков вот этих дронов, как я понимаю, выполняя разные задачи, но достигая определенной цели едины. Как эта история, возможно, работает? Ну, американцам в 80-е годы была создана система ЛИНК-16. Это фактически протокол обмена данными между различными боевыми единицами. Боевой единицей может быть ракетный комплекс Патриот, другой зенитно-ракетный комплекс. Это может быть самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Это все самолеты, которые летают в воздухе, оборудованные радарами, потому что вся информация от них по этому протоколу может передаваться. И в конце концов идет транжирование этой информации по потребителям. То есть каждому дается своя информация. Пехотинцу дается та информация, которая нужна ему. Танкисту из Абрамса дается информация, которая нужна ему, потому что если он не видит цель, но ему дали наведение на эту цель, дали точные координаты, он после этого производит выстрел и попадает в ту точку. Система Дельта – это, конечно, не система ЛИНК-16. Это только один из элементов. И заранее было предусмотрено, что эта система, насколько мне известно, будет стыковаться с ЛИНК-16. И эта система для того, чтобы таким образом собирать информацию, централизировать эту информацию, обрабатывать и передавать тем потребителям, которые нуждаются в этой информации. То есть от дрона артиллеристу. Но она может проходить и по другим путям, но в принципе она организована таким образом. Константин, ну в принципе, если давайте тоже посмотрим на вот этот путь, который мы прошли, по сути, то сейчас мы говорим о том, что украинским военным необходимо владеть технологией управления очень многих разнообразных дронов и как-то это все между собой координировать. Вот в принципе, как эта система завязана и насколько, скажем так, ассортимент беспилотников увеличился? Ну ассортимент беспилотников и система Дельта, они никак между собой не связаны. Главное, чтобы протокол, то есть способ, которым они общаются между собой, то есть оператор дрона или планшет, у которого у него восстановлен, и система, которая получает эту информацию, передает, чтобы они действовали по одним протоколам. Вот когда они действуют по одним протоколам, по одним алгоритмам, а это наши математики сделали очень качественно, очень хорошо, то есть я не слышал там каких-то серьезных жалоб относительно системы Дельта, то она позволяет таким вот образом коммуницировать. А какой у тебя дрон, главное, чтобы этот дрон подключался к этой системе, его системы там наблюдений или что-то еще, подключались по одному протоколу. И тогда система нормально работает, все хорошо. Скажите, Константин, как вы оценили заявление Ллойда Носина, главы Пентагона, который во время визита в Украину сказал о том, что, в принципе, если мы там рассматриваем возможность развития ракетной составляющей вот этой войны Российской Федерации против Украины, то сами ВСУ тут показали всему миру определенный пример, и стоит в этом направлении работать для того, чтобы бить дальние цели, законные цели для Украины, где бы они ни были, на территории Российской Федерации хоть за 100, хоть, я не знаю, за тысячу километров. Ну, первая моя реакция была, ну, над нами глумяться, ну, такая вот обида. А потом я подумал, ну, это же серьезный человек, это руководитель Пентагона, он же не может бросать слова такие просто так. Да, я понимаю, он работает там с администрацией, он всего лишь менеджер Пентагона, но все равно он не может бросать такие слова просто так. И тут есть несколько версий. И я в одной из этих версий, как бы, ну, она мне так больше кажется более правдоподобной, когда стало известно о том, что порядка 800 миллионов долларов будут направлены в Украину для того, чтобы мы могли разворачивать наше дроностроение. И понимая, какие это деньги и что на них можно приобрести, и сколько можно чего сделать, я подумал, что вот тогда, когда была формулировка про то, что мы создаем дрона-ракету, а фактически, ну, это маленькая крылатая ракета. Вот Поляныца, это маленькая крылатая ракета, она немножко специфическая, она не совсем то, к чему мы привыкли. У нее будет достаточно большая для крылатой ракеты аэродинамическая поверхность, что позволяет ей дальше летать, иметь более экономный двигатель. И вообще, почему, вот как появились крылатые ракеты? Крылатые ракеты появились из-под крыла самолета. Под крылом самолета ты не можешь сделать там какой-то целый самолет с распахнутыми крыльями. Придуманы были вот эти вот узлы, которые позволяют раскрывать крылья крылатой ракете, и после этого она имеет какие-то аэродинамические характеристики, и с помощью двигателя, реактивной тяги двигателя, она летит туда, куда ей надо лететь. Система наведения, ей управляют, и так далее, и тому подобное. Так, если у нас с этими носителями, как говорится, напряженка, то можно стартовать с земли, достаточно быстро, близко от цели, достаточно быстро разворачивать. Тебе не надо выкатывать самолет, заправлять его, делать там всю рулежку, выпускать его, и так далее. Ты взлетел, полетел, и там, где надо, попал. Причем ты можешь там не подниматься высоко в воздух, ты можешь сделать свою программу на малой высоте. И тогда я подумал, что, наверное, он уже знает значительно больше, чем все мы, которые слушаем этот эфир вместе взятые. И если он такие уже слова сказал, то он считает, что у нас действительно есть потенциал и возможности. А с другой стороны, американцы таким образом нашли решение, как мне кажется, я так предполагаю, что нашли решение, с помощью которого можно не повышать эскалацию по тем параметрам, по которым считают американцы. Это мы считаем, что эскалация не будет подниматься, уже дальше некуда. Американцы считают по-другому мнению, надо уважать. Это наши партнеры все-таки. Вы сказали, что это, по сути, крылатая ракета, но по мощности возможно ли, что дрон приблизится к ракете? Зальем больше, как говорится, керосину, сделаем ее побольше. Система наведения есть, она работает, работает. А есть все равно какую-то ракету тащить за собой. Главное, чтобы все остальные механизмы работали нормально. У нас главная проблема не в разработке. У нас очень много дронов разработано. Самая главная наша проблема – это поставить это все на серийное производство. И тут возникает очень много проблем. Проблем рабочей силы, проблемы того, что производственные мощности где-то разгромлены, где-то не разгромлены, где-то релокированы, где-то не релокированы. Персонал, который до войны, найти токаря-фрезеровщика – это была большая проблема. А сейчас, в связи с тем, что очень много этих людей воюют на фронте, это вообще стало достаточно серьезной проблемой. Я вот сейчас столкнулся с одной, казалось бы, простой, простой задачей – вытащить там вал, фрезеровать его и сделать там достаточно простую деталь. Я уже много людей задействовал в этом процессе, я ничего не могу сделать. Это говорит о том, что вообще система вся находится, вот это наше машиностроение, которым мы так очень гордились, она находится в глубочайшем кризисе по и объективным, и субъективным причинам. И вот у нас сейчас самый большой вызов, вот мы первый вызов преодолели. Это вызов, когда возникла необходимость в дронах, и мы запустили эти свадебные дроны в большом количестве. И смогли это дело запустить, и смогли разработать новые вещи, такие, которые, ну, фактически за полтора года мы вышли в число наиболее передовых стран по разработкам в дронах. Потому что те дроны, которые есть у нас, они сейчас, они в мире были вообще неизвестны. Все думали, что дроностроение будет развиваться в сторону там громадных дронов, которые будут летать издалека, все смотреть, пускать ракеты и все остальное. Оказалось, что это все не работает, потому что оно все будет быстро сбиваться, если у тебя есть такая концентрация ПВО, которая есть концентрация сейчас на линии боевого столкновения, что с нашей стороны, что с российской стороны. Поэтому сейчас все направления идут на то, чтобы сделать маленькие дроны, малозаметные и очень-очень точные. Потому что чем точнее у тебя система наведения, чем точнее она может реализовать попадание в нужную точку, тем меньше объем взрывчатки тебе необходим для того, чтобы его туда доставлять. И, естественно, скорость. Потому что мы сейчас попадать можем достаточно точно, но наши дрончики пока медленно летают. Они медленно летают, российские самолеты успевают подняться и улететь. Ну, тогда объем по нефтебазам, по энергоструктурам, по предприятиям, по спиртзаводам. То есть в борьбе с КАБами мы дошли до того, что мы разрушаем их спиртзаводы, которые производят сырье, необходимое для производства тринитротулола, нитроцеллюлозы, гексогена, там прочих других взрывчатых веществ. Потому что они там участвуют либо как стабилизаторы, либо как растворители. То есть мы эту цепочку пытаемся, если они уничтожат, то хотя бы на какое-то время обездвижить, для того, чтобы объема этого всего взрывчатки было просто меньше. Таким образом, как бы решить опосредственно проблему КАБов. Но это правильное направление, этим мы должны заниматься. А если бы, скажем там, два года назад нам сказали, что у нас возникнет задача бить по спиртзаводам, мы были так крайне удивлены, но кроме неприятностей для Медведева и Захаровой, там предоставить невозможно. Абсолютно. Константин, спасибо вам большое. К сожалению, время у нас ограничено. Но, думаю, у нас будет еще возможность обсудить новости и разные события, которые происходят также и в этой авиационной сфере. Спасибо вам большое за разговор. Спасибо, всего доброго. Да, счастливо вам. Константин Криволап, авиационный эксперт, был с нами на прямой связи. Телеграм-канале Freedom. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok